Млечный путь Имеется гипотез о возникновении Вселенной существует множество. Это и научные концепции, и отдельные теории, и религиозные учения, и философские представления. Это и космологическая модель Канта, модель Вселенной Эйнштейна, большой отскок, теория струн, и М-теории, и множество других. Но все же принято считать, что вся материя во Вселенной была создана примерно 13,8 миллиарда лет назад, во время событий, известного как Большой Взрыв. Изначально вся материя была сжата в очень маленький объект с бесконечной плотностью и огромной температурой, называемой сингулярностью. Сингулярность начала расширяться. Так появилась Вселенная. Благодаря теории относительности и открытию скорости света мы также поняли, что когда мы смотрим сквозь пространство, мы смотрим назад во времени. Увидев объект в одном миллиарде световых лет от нас, мы знаем, что так он выглядел миллиард лет назад. Эффект машины времени позволил астрономам изучить эволюцию галактик. А потрясающие снимки глубокого космоса продолжают открывать тайны Вселенной. Рассмотрим, к примеру, галактическое скопление Эйбл-2537. Подобные формирования располагают тысячами галактик всех возрастов, масштабностей и форм. Если взять общее количество, то по размеру превзойдут Млечный Путь в тысячу раз. Эти группы выступают крупнейшими пространственными структурами, которые удерживаются своей гравитацией. Это явление именуется линзированием, и оно помогает рассматривать объекты, расположенные за скоплением. Эйбл-2537 – крайне эффективная линза, на что намекают вытянутые струи и линии. Размытые формы в кадре – искаженный свет галактик. И мы понимаем, что процесс формирования и развития галактик остается предметом интенсивного внимания и по-прежнему скрывает долю тайн. Однажды, сформировавшись, эти галактики развились в более крупные галактические структуры, называемые группами – скоплениями и сверхскоплениями. С течением времени галактики притягивались друг к другу силы тяжести и объединялись. Результат этих слияний зависел от массы столкнувшихся галактик. Вселенная заполнена галактиками разного размера и разных масс. Известно только приблизительное количество. Не так давно орбитальный телескоп Хаббл за 3,5 месяца обнаружил около 10 тысяч галактик. Сканировав в южном созвездии печи участок небосвода в 100 раз меньше, нежели площадь лунного диска. Если предположить, что галактики распределяются по небесной сфере с такой же плотностью, получается, что в наблюдаемом космосе их около 200 миллиардов. Однако эта оценка сильно занижена, поскольку телескоп не смог заметить великое множество очень тусклых галактик и семейства мини-галактик. Интересно и то, что малые галактики поглощаются крупными, увеличивая их массу. Так Млечный Путь поглотил несколько карликовых галактик, превратив их в потоки звезд, которые вращаются вокруг галактического ядра. Но галактики сходного размера объединяются и становятся гигантскими эллиптическими галактиками. Когда это происходит, тонкие спиральные структуры исчезают. Эллиптические галактики являются одними из крупнейших звездных объединений. Еще одним последствием этих слияний является то, что сверхмассивные черные дыры в их центрах становятся еще больше. Во время слияния реальные столкновения звездных систем маловероятны, учитывая огромные расстояния между светилами. Однако слияние может привести к гравитационным ударным волнам, которые способны спровоцировать образование новых звезд. Это то, что по прогнозам произойдет, когда Млечный Путь сольется с галактикой Андромеды через 4 миллиарда лет. А после продолжит свой путь, чтобы слиться со всеми другими ближайшими галактиками в местной группе. Так эволюция галактик происходит на протяжении миллиардов лет и продолжится в обозримом будущем. А теперь рассмотрим галактики немного поближе. Галактикой называется Большая система из звезд, межзвездного газа, пыли, темной материи и, возможно, темной энергии, связанной силами гравитационного взаимодействия. Количество звезд и размеры галактик могут быть различными. Как правило, большие галактики содержат от нескольких миллионов до нескольких триллионов звезд. Кроме обычных звезд и межзвездной среде, галактики также содержат различные туманности. Размеры галактик от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч световых лет. А расстояние между галактиками достигает миллионов световых лет. Давайте вместе рассмотрим несколько самых распространенных видов галактик. Эллиптические галактики. Класс галактик с четко выраженной сферической структурой и уменьшающейся к краям яркостью. Они сравнительно медленно вращаются. Заметное вращение наблюдается только у галактик со значительным сжатием. В таких галактиках нет полевой материи, поэтому внешнеэллиптические галактики отличаются друг от друга в основном одной чертой – большим или меньшим сжатием. Доля эллиптических галактик, в общем числе галактик, в наблюдаемой части Вселенной около 25%. Спиральные галактики. Они названы так, потому что имеют внутри диска яркие рукава звездного происхождения. Имеют голубоватый цвет, так как в них присутствует много молодых гигантских звезд. Эти звезды провоцируют свечение газовых туманностей, разбросанных вместе с пылевыми облаками вдоль спиральных ветвей. Диск спиральной галактики обычно окружен большим сфероидальным галом, состоящим из старых звезд второго поколения. А обилие газовых и пылевых облаков и присутствие ярких голубых гигантов говорит об активных процессах звездообразования, происходящих в спиральных рукавах этих галактик. К сведению, наша галактика также относится к спиральным галактикам с перемычкой. Линзообразные галактики. Это промежуточный тип между спиральными и эллиптическими. У них также присутствует балш или вздутие, галло и диск, но нет спиральных рукавов. Их примерно 20% среди всех звездных систем. В этих галактиках яркое основное тело, линза, окружено слабым ореолом, иногда линза имеет вокруг себя кольцо. Самый интересный и загадочный вид это так называемые неправильные галактики. Чаще всего такие галактики имеют хаотичную форму, без ярко выраженного ядра и спиральных ветвей. В процентном отношении составляет 1 четверть от всех галактик. Большинство неправильных галактик в прошлом являлись спиральными или эллиптическими, но были деформированы гравитационными силами. Конечно, есть и другие виды галактик, и они также заслуживают внимания. Хочется отметить, что несмотря на все работы, проделанные на сегодняшний день, существует еще много вопросов. Мы не знаем до конца, как образуются галактики и что дают им форму. Мы также не знаем, как химические элементы распространяются через галактики. И детали того, как центральные черные дыры в галактиках оказывают влияние. Будем надеяться, что мы вскоре найдем ответы на все эти вопросы. Поделитесь и вы, что вам интересно узнать о галактиках и Вселенной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok